Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Это выражение проверено не одним столетиям. А потому труд работников архивов так важен для сохранения истории. 10 марта архивисты отмечают свой профессиональный праздник. Поздравить ульяновских работников архивной службы приехал губернатор. Отличившиеся сотрудники получили от Сергея Ивановича ценные подарки. Среди них нагрудный знак Федерального архивного агентства, почётные грамоты и благодарственные письма. Знаете, какое количество их обращается в архивы с разными запросами. Ваша работа очень важна для исследователей, которые продолжают изучать историю родной страны, историю родного края. Важна для студентов, для аспирантов, в том числе и для уже именитых учёных, которые защитились на архивных материалах. Среди награждённых Татьяна Герасимова. Своей профессии женщина отдала 28 лет. Татьяна признаётся, своё дело выбрала случайно. Однако до сих пор идёт на работу с удовольствием. Любит то, чем занимается. Так сложились жизненные обстоятельства, что в 1993 году я вошла в стены Государственного архива Лианской области. И тот вид работы, на который меня поставили, он мне очень был, как бы, не то что знаком, а понятен. Это работа с людьми. С людьми я работать люблю. Хочется им оказывать посильную помощь в их, как говорится, проблемах. После поздравлений и вручения подарков началась межрегиональная конференция «Местное самоуправление. История современность». Гостями стали архивисты из Пензенской, Нижегородской области, а также Республик Мордовия, Башкортостан и Чувашия. Поговорили о предстоящих проектах цифровой трансформации документов, внедрении систем искусственного интеллекта. Самой первой из федеральных экспертов выступила Наталья Лукьянова. Женщина отмечает, что единственное отличие архивной службы в Ульяновске и Москве – темп работы. Почему так кажется, что столицей мы чем-то отличаемся. На самом деле мы отличаемся, наверное, только скоростью, динамикой, которая, в общем-то, действительно сумасшедшая немножечко. А так всё тоже самое осваивают коллеги. И только, может быть, здесь более такая обстановка, когда есть возможность подумать. Конференцию посвятили 150-летию со дня основания Симбирской городской думы. Также к юбилею работники Госархива подготовили выставочный проект в рамках фестиваля «Архивный хронограф». В экспозиции показаны основные этапы развития нашего города. Эта выставка не столько об истории представительного органа, она об истории нашего города, Симбирска-Ульяновска. И здесь, пожалуй, ключевые веки развития 19-го, начала 20-го века связаны с решениями Симбирской городской думы. Это и электрификация, строительство электростанций, строительство дорог, тротуаров и многое другое. В завершении праздника министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова подвела итоги работы в развитии архивного дела за 2020 год. В прошлом году архивы области проводили комплекс мер по повышению уровня безопасности документов. Также начата работа по развитию волонтёрского движения. В архивы поступило новое современное оборудование для сканирования, а также программно-аппаратный комплекс по обеспечению удалённого доступа населения к оцифрованным документам. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ.